Прежде всего хочу всех-всех-всех поздравить с этим историческим событием для футбольного клуба «Акрон». Очень надеюсь, что когда-то в каком-то виде бронза превратится в золото в будущем, потому что клуб в целом болельщик и все то, что сегодня здесь происходит, оно этого заслуживает, безусловно. Поэтому я сегодня очень горд, что работаю еще раз такими футболистами. Не раз я это говорил, и сегодня парни показали, они ни в коем случае не хотели соглашаться с тем, что происходило после первого тайма. И я считаю, что команда создала очень много хороших моментов. Команда была близка к тому, чтобы забить и три, и четыре, и возможно пять мячей. То есть я очень хотел бы похвалить буквально каждого футболиста за их отношение к этому матчу. При достаточно таком, знаете, морально-психологическом тяжелом состоянии, потому что они, как бы мы этого не хотели, мы все равно думали о том, что впереди два самых важных матча в жизни каждого футболиста. И несмотря на это, футболисты все равно проявляли большую, скажем так, большой профессионализм, высшей степени профессионализм, отношение, любовь к своему клубу, любовь к болельщику, к себе самому, как таковому, поэтому я очень-очень им благодарен за то, что они сегодня делали на поле. Я считаю, что мы сегодня закономерно победили. Сезон нельзя закончен для многих, но не для нас. Как планируется готовиться к этому? Ну, во-первых, нам надо сейчас передохнуть. Я считаю, что завтрашний выходной он даст нам возможность и футболистам переосмыслить все то, что происходило до сегодняшнего дня, все то, что будет происходить в ближайшее время, да, в плане вот этих стыковых матчей. Будем ждать соперника сегодня с нетерпением, поймем, кто все-таки к нам попал. И будем очень серьезно к этому готовиться, потому что надо выложиться на все 100% каждому и порой на поле делать невозможно, чтобы получить максимальный результат. Но это будет уже другая история, это будут другие матчи и по накалу, и по качеству, и по уровню, и по уровню мотивации в первую очередь. Поэтому к этому матчам надо спокойно готовиться. И я уверен в каждом футболисте, что мы готовы к тому, чтобы играть с командами премьер-лиги. Тем более у команды есть хороший опыт, очень позитивный опыт. И футболисты, я думаю, что об этом не забыли. За это им огромное спасибо. Еще раз хочу поблагодарить всех абсолютно участников этого сегодняшнего, скажем так, торжества, которое позволило нам выиграть бронзовые медали. И всех тех, кто работал до нас здесь, и все те тренерские штабы, которые за все это время создали такую, знаете, хорошую, серьезную, да, скажем так, конкурентную команду по всем направлениям. Спасибо болельщику, прежде всего, за то, что мы сегодня имеем такую, знаете, работу, где очень приятно работать. Сегодня в первом тайме вы провели вынужденную замену Артура Галаяна. Получили какие-то уже первые данные по тренерской штабам? Ну, не получили. Мы надеемся на скорейшее, скажем так, исследование, потому что надо, самое главное, понять, что у него. Артур все это время, если посмотреть даже на датчики, тот анализ физической деятельности, который он осуществлял в каждом матче, он безусловный лидер в плане беговой работы, да, то есть, и мы сегодня думали о том, чтобы дать ему передохнуть, но накал вот этот и желание быть лучшими, да, то есть, всей команды, оно не позволило мне пойти на этот шаг, и трудно сейчас судить, что будет, но я очень надеюсь, очень-очень надеюсь, что это спазм, потому что не видел я такой прям ситуации, где бы мог быть какой-то надрыв, мышцы, да, то есть, или какое-то повреждение. Я очень в это верю и очень в это надеюсь. Но то, что касается игры, мы очень хорошо начали, у нас был хороший прессинг, мы несколько хороших моментов имели, начали неправильно распорядились мячом, не так агрессивно, вот. Потом игра выровнялась, но мы достаточно неплохо провели первый тайм в целом, в целости. Но, к сожалению, то, о чем я говорил о раздевалке, не получилось во втором, то есть, мы прижались к своим воротам, и это позволило Акрону оказывать на нас большое давление. Это связано с тем, что у нас сегодня так немного было ресурсов для того, чтобы освежать игру, и плюс мы теряли мячи в центральной части поля, и они смогли отодвинуть игру от нашей половины. Поэтому пропустили гол, потом мы отреагировали, и у нас было несколько неплохих моментов, но, если врать в целом, все равно Акрон владел преимуществом и заслужил, и добился той победы, которая сегодня есть. У вас было 105 баллов в запасе, и это причем, если я прям вратаря атакующего типа, почему вы провели? Ну, руководство посчитало, что молодые игроки должны поехать играть за СК-2, поэтому мы тем ресурсом, который облагали, приехали сегодня и играли. Готовы ли вы сейчас подвести итоги сезона? Сейчас не место и подводить итоги. У меня есть в целом чистая картина. Единственное, что могу сказать, что клуб в целом решает задачу. Ну, на примере, как у вас. Продолжение следует...